Добрый день, друзья! Сегодня мы вновь отправляемся в город Зеленоградск, и там продолжим знакомство с его достопримечательностями. Город Зеленоградск является одним из лучших курортов нашего янтарного края. Вот это мой друг Виктор, с которым мы начинали вместе в прошлом году купальный сезон и продолжали его до глубокой осени. Ему 94 года. Это наш старожил. Вот, друзья мои, я вам хочу показать удивительное стечение обстоятельств. Виктор Григорьевич, которому 94 года, на фоне вот этого немецкого дома. И видите, он 1926 года построил. Получается, это как раз год рождения нашего Виктора Григорьевича, то есть они ровесники этого дома. Спасибо, друзья! Вот, смотрите, пожалуйста, наш пляж Зеленоградский. Я хочу сказать, что пляжи города Зеленоградска, это вообще отличительная черта этого города. Тут он здорово отличается от Светлогорска, где сейчас строятся эти укрепления, поэтому там пляжа нет. У нас же в Зеленоградске отличный широкий хороший пляж, мелкий песочек. Всегда очень много людей отдыхающихся. Вот в погожие дни, когда в августе, в июле, когда вода прогревается до 21 градуса, сюда в день приезжает до 10 тысяч человек отдыхать. Вот представьте себе, население 13 тысяч, а в день посещает Зеленоградск около 10 тысяч. Вот мы подошли, друзья мои, к тренажерам. На них обычно занимаются и дети, и взрослые. После того, как искупаются, бодрость в организме появляется, они приходят сюда и занимаются. А вот там есть дальше табло, сейчас мы к нему подойдем, там показывают температуру воздуха и воды. Вот обратите внимание, тут специальный консольный подъемник стоит для того, чтобы гидромотоциклы поднимать и опускать. Они катаются, а потом сюда подтаскивают их и поднимают. И вот, наконец, мы дождались и показывают температуру. Температура воды 14, воздух 25. Вот смотрите, друзья, на станции спасения висит желтый флаг. Это значит, что купание сегодня разрешено. Тут вот автобус, где помощь оказывал. Сейчас мы спустимся к морю. Вот Виктор Григорьевич решил помочить ножки. Он пока еще не купается, он начинает позднее купаться, когда вода становится теплее. Пока для него еще холодно. Ну и потом он будет купаться до осени, где-то до октября-ноября месяца. По крайней мере, в прошлом году так было. Сегодня волна у берега есть, а так в долине большая. Купаться сегодня комфортно. Вдоль всего променада находятся рестораны, кафе, где отдыхающие могут перекусить. Таких очень много заведений всяких. А вот стоит прогулочный автомобиль. 100 рублей стоит. Сегодня солнышко как бы не очень, но температура воздуха 25 градусов. Вода 14 градусов, то есть потихоньку прогреваемся. Пойдемте дальше. Вот отдыхает мама с дочкой, катаются. Тут рядом кафешка. Двигаемся дальше по променаду. Мы подошли. Вчера мы на нем были. Снимали людей даже. В общем, мы движемся дальше по променаду. Мы должны подойти до конца практически. И там пойдем в парк и к озеру. И также на сковородку там попадем. Я хочу вам сегодня это все показать. Волнение становится тише. Наверное, ветер стихает. Вот здесь вы можете посмотреть фотографии старого кранца. Начало прошлого века. Протяженность всего променада больше полутора километров. Вот нам надо дойти до его конца, чтобы потом попасть в парк. Вот такое еще развлечение. На резинках катаются, прыгают. Как на батуте, похоже, очень. Ну, конечно, как и везде, во всех наших приморских городах, палаточки, которые торгуют сувенирами. Тут очередные тренажеры у нас стоят. Смотрите. Вот, друзья мои, мы подошли к Розе Ветров. Это площадь Роза Ветров называется у нас. Там пиццерия Папаша Беппи. А вот для любителей шахмат можно поиграть в такие великанские шахматы. Детям нравится, видите, тут всегда их много. Вот здесь можно взять напрокат какую-нибудь технику и покататься. Очень красиво смотрится. Вот комфортный очень отель Самбия. Расположен, можно сказать, на самом берегу моря. Тут еще один отель. Он, похоже, еще не действует, он так строится. Получается, мы подошли к концу променада практически. Видите, здесь он заканчивается. Дальше начинаются просто пляжи. А наш путь будет лежать вот туда направо. Там будет расположен парк, там сковородка, там красивейшая тортилья озера. Все это ждет нас впереди. Посмотрите, здесь все сделано и выполнено из дерева. И даже в парке, где мы будем идти, там дорожки тоже деревянные. Тут качели, люди отдыхают. Здесь выход дальше на променад. Но мы оттуда уже ушли. И пойдем теперь к озеру. Продолжение следует... Камень. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...